Здравствуйте! Сейчас много говорят об улучшении медицинской помощи в России, в частности, в Москве. Я хочу вам рассказать о реальной ситуации, произошедшей со мной. В июне месяце, находясь в санатории, я заболела. Появился сильный зуд, тело покрылось сыпью, ночами не спала. В санатории никакого лечения не оказывали, ждали моего отъезда. В июле месяце я обратилась в кожный диспансер. К этому времени у меня из кожи стали выходить личинки. В диспансере меня подняли на смех, сказали, не выдумывайте. И на тот биоматериал, который я привезла, надеясь на анализ, просто посмеялись, отмахнулись, сказали, уберите свой мусор, а лечиться вам надо у психиатра. Но, тем не менее, дерматолог назначила мне препараты, которые оказали такое воздействие на кишечник, что у меня начались сильнейшие боли, тошнота, расстройство стула, спазмы в кишечнике. Обращалась вторично к заведующим отделением. Результат тот же. От меня отмахивались, над моими личинками просто смеялись. Обратилась к инфекционисту нашей восьмой поликлиники западного округа. Инфекционист назначал мне препараты, при этом не направлял ни на один анализ. Состояние только ухудшалось. Так я лечилась около двух месяцев. По ночам состояние было тяжелейшее. Давление 200, спазмы в желудке и в кишечнике, жидкий стул. Я задала вопрос инфекционисту. Что он предполагает у меня, хотя бы какой диагноз, если это не гельминты? Ответ был такой. Вас это не касается. Далее. Что мне пить? Ничего. Я попросила направление к паразитологу, потому что подозревала, что у меня какая-то инвазия, заражение какими-то паразитами. Возможно, заражение произошло в поезде, в котором я ехала в санаторий. Возможно, от воды, которая поступает в водопровод санатория, напрямую из Волги. Направление мне инфекционист не дал. Попросила направление у терапевта. Терапевт мне не отказала. Но состояние было настолько тяжелым, что я спросила у инфекциониста, что если мне пропить хотя бы не очень такой тяжелый препарат от гельминтов, вермокс. Его назначают даже детям. На что инфекционист сказал, пейте, пейте вермокс, пейте. Но с направлением к паразитологу я обратилась. Паразитолог принимал при первой инфекционной больнице. Паразитолог направил меня на анализы. Я сдала анализ кала. Гельминты не нашли. Но состояние мое ухудшалось. Далее паразитолог мне уже отказал в наблюдении. Сказал, что раз гельминты не выявлены, больше он ничем помочь не может. Я задала вопрос. И рассказала, как мне пришлось лечиться самостоятельно от этого зуда, от этих личинок, прочитав информацию в интернете, я предположила, что это была чесотка. Что это, вот эти личинки, это личинки чесоточного зудня, которого я во время душа даже снимала несколько раз с кожи. И мы дома рассматривали этот биоматериал через лупу. Пришлось обработать все тело спреем спрыгаль, за которым пришлось ехать в другую область, так как в Москве его в продаже не было. Рассказала об этом паразитологу. Он одобрил вот эту обработку телом. Зуд уменьшился, личинки уменьшились, но продолжали выходить даже из века глаза. Затем, когда в анализе не были обнаружены гельминты, паразитолог мне сказал, к нему больше не обращаться. На все вопросы, которые я ему пыталась задать, в форме клоуна, седой профессор заявлял, а я это не знаю, а я это не знаю. При этом во время разговора сидел и ел сухарики. В итоге он меня просто выставил. Состояние не улучшалось. Тогда я обратилась к микологу, которая взялась лечить грибы, выявленные в кале. Препараты, которые она мне назначила, нужно было приобрести в аптеках по ее записочкам, которые якобы обеспечат мне скидку на лекарства. Никаких скидок мне никто не предоставил. Я купила за 2000 таблетки, которые, пропив в течение недели, я получила жутчайшее состояние, и мне пришлось прекратить пить эти таблетки, так как боли стали невыносимые, воспалились все железы в организме. И в последнее время выявлено новообразование в прямой кишке. Дальнейшее обследование надо будет проводить, конечно, с наркозом. Но на мои просьбы меня госпитализировать и выявить общий анализ проблем с кишечником, которые начались с явной инвазии, мне отказывают. Вот такие мытарства происходят у меня с июня месяца. На этом я заканчиваю. Небольшое дополнение информации по специалистам, к которым я обращалась. КВД номер 31, Солнцево, заведующие отделением, рядовые дерматологи, инфекционист 8-й поликлиники Иванов Сергей Витальевич, паразитолог 1-й инфекционной больницы Бронштейн Александр Маркович.